Всем привет, меня зовут Вика Близ, и в этом видео я буду рисовать новогодние и рождественские открытки. Не соря на то, что до нового года еще полтора месяца, я решила сделать это заранее, чтобы вы могли вдохновиться, либо успеть повторить такие же открытки, как у меня, либо нарисовать подобные, и насладиться всем этим процессом. Блин, что за странный человек-сосед? Я начала снимать видео и начали... Я до сих пор с охрипшим голосом, потому что я болела целый месяц, и поэтому я буду все видео вот с таким низким голосом, с хрипящим. Прежде чем начать рисовать открытки, я загуглила их максимальный размер. Размер должен быть 148 мм на 105 мм. У меня скетчбок квадратный, поэтому я вначале отмерю размеры открытки, потом нарисую всю эту открытку, и после этого я буду вырезать. Конечно, лучше всего сразу все это вырезать, а потом рисовать. Так меньше рисков испортить саму открытку, но я, короче, буду рисковать. Мне неудобно будет на таком маленьком формате, на маленькой открыточке рисовать, потому что бумага у меня будет немножечко скользить, мне надо будет постоянно ее придерживать. Я буду писать открытки акварельными красками, поэтому для этого нам нужна бумага для аквареля. Вы можете купить упаковку в магазине, либо использовать скетчбок, как и я. Чтобы отмерить размер открытки, нужна линейка и карандаш. После того, как мы отмерим размер самой открытки, нам нужен карандаш, чтобы нарисовать рисунок, и ластик. У меня вместо ластика клячка. Это что-то наподобие ластика, только она более щадящая. Она убирает верхний слой карандаша, и карандаш становится менее насыщенным, и не стирает бумагу. Тем самым нет вот этих вот комочков на бумаге, когда вы рисуете. Мне пригодятся кисти и акварельные краски. У меня, кстати, краски Ленинград. Это Невская палитра, для тех, кто не знает, как они выглядят. У меня не супердорогущие краски для профессиональных художников, они используют более дорогие. А эти считаются краски средними. Для начала мне пригодится карандаш и линейка. Для этого я беру и отмеряю, сколько мне нужно сантиметров. Здесь я делаю 14,8. Здесь я отмеряю 10,5 сантиметров. Но смотрите, я немножечко отступаю, примерно миллиметров 7, и ставлю здесь точку, что отсюда начинается открытка, а здесь она заканчивается. Делаю то же самое. Здесь ставлю точку, и то же самое отмеряю 10,5 сантиметров. Но здесь уже проверяю 14,8. Теперь можно соединять. И линии я стараюсь делать не очень яркими, чтобы потом, когда я буду вырезать, их не было заметно. Вот моя открыточка. Самое главное, чтобы она была прямоугольной. Если она не будет прямоугольной, ее, скорее всего, не отправят. С обратной стороны надо будет тоже расчертить. Но я это буду делать в конце, когда я уже нарисую все рисунки. Там, где нужно будет писать получателя. Я хочу эти три открытки разыграть своим подписчикам. Поэтому вы можете получить одну из этих открыток, если будете участвовать в моем конкурсе. Я его анонсирую у себя в Инстаграм. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка на него в описании. Там я выложу фотографию, напишу все условия конкурса. Кто хочет участвовать, подписывайтесь, следите за новостями. И, возможно, именно ты получишь открыточку от меня, которую я написала прямо в этом видео. Мне нужно определить размер рисунка, который будет находиться на открытке, максимальные его границы и расположение. Рисуйте не очень ярко, то есть не нажимайте сильно на карандаш. Возьмите жесткий и не давите на него, чтобы не оставались отпечатки. На первой открытке я буду рисовать красивые карамельки, которые будут завязаны бантиками. Это выглядит очень красиво. Я очень люблю яркие, такие насыщенные красные изумрудные цвета в Новый год. Поэтому я буду использовать именно их и постараюсь сделать это очень красиво и объемно. Мне неудобно, у меня ногти в клячку втыкаются. Самое главное это показать весь объем, то есть просмотреть, где самые темные цвета, где будут самые светлые, где будет блик и где такие полутона. Когда я ходила в художку, там, конечно же, объясняют основы, где находится блик, тени, как все это изобразить. Но вот как по мне, как я это ощущаю, мне вот сложно было это воспринять в художке, типа именно вот технически. Я это больше чувствовала. Я, например, перед тем, как что-то начинаю рисовать, писать, я на это смотрю. Я вглядываюсь, вот здесь самое светлое место, а вот здесь вот самое темное. Вот здесь вот находится переход. Ой, а как он так получился? Прикольно, а почему такой объем? А вот здесь вот темно, здесь чуть-чуть светлее, здесь идет темнее примерно такой же оттенок, но он чуть-чуть темнее, полутон, на полутон. Да, вы знаете, что я использую палитру, это кусок плитки кухонной, которая вот сейчас напротив меня висит. И вот у меня есть большие куски и есть маленькие. Я взяла большой, так будет удобнее смешивать цвета. Я в основном буду использовать красные и его оттенки. Буду использовать эти две кисти. Белая кисть у меня коза и размер ее девятка. И вот эта кисть, которая поменьше, это двойка и синтетика. Они очень удобные. Кстати, козой можно собирать всю лишнюю воду, а также прописывать и делать всякие такие прикольные переходы и градиенты. А синтетикой я делаю более четкие линии. Вообще здесь ничего пока не понятно, потому что я стерла и нарисовала вот эти вот зеленые листочки. Когда я уже начну писать в сети, вам уже будет все понятнее гораздо. Смотрите, что у меня пока получается. Кажется, что это какие-то пятна. Но обратите внимание, вот здесь у меня самые темные места. Но я их еще до конца не затемнила. Они будут самыми темными. Самые темные места будут здесь вот еще у бантиков. Здесь у меня, видите, идет полоска такая, самое светлое место. Это блик. Это чтобы создать объем. Вот здесь вот это тоже полосочка. Это все блик. Вот здесь, видите, темное место, но оно не настолько темное, как тут. Сейчас буду рисовать изумрудные полосочки. Вот эти вот, видите, буду заполнять, которые не закрашены. И, соответственно, уже обведу сами карамельки, чтобы придать им форму, чтобы было уже понятно, потому что пока что это выглядит, как какие-то пятнышки издалека. Может быть, чуть-чуть немножечко похоже на карамельки. Но поскольку нет контура, нет чего-то такого конкретного. Видите, я использую вот эти вот три цвета. Этот красный основной, этот такой малиново-красный, он самый темный. А это что-то посередине, как будто немножко такой смешанный вот этот красный с этим малиновым. Торный, коричневый не использую, чтобы не добавить грязи, чтобы цвета такие были более чистые. Первый слой я делаю всегда очень светлым, а потом постепенно затемняю. Делаю я это слоями. Вначале первый слой, потом, когда он высохнет, я начинаю чуть-чуть делать полутона, делать красивые градиенты, а потом уже заполнять самые темные места. Если так постепенно затемнять, то получаются очень красивые переходы. Мне такая техника нравится больше всего. Открытки будут на чисто белом. Мне очень нравятся такие контрастные открытки, когда белый фон и какой-то очень такой яркий, красивый, насыщенный рисунок, либо очень нежный. Это выглядит очень эстетично, как по мне. Ну что, я закончила рисовать первую открытку, и вот так она выглядит. Мне нравится, что получилось. Единственное, что я вот здесь вот чуть-чуть капнула. Ну хорошо, что это мимо открытки, но почти на границе. У меня есть второй рисунок, который я тоже нарисовала. Правда, здесь я вот накапывала на самой открытке, поэтому я это никуда не буду использовать. Я просто оставлю это себе. Как вы заметили, я в другой одежде и немножечко с другим макияжем, потому что это уже следующий день. Да, у меня вчера опять села зарядка. У меня постоянно садится зарядка на чем-нибудь, что я не могу потом снимать. Либо я сижу допоздна, вот сейчас я опять села вечером, сейчас время шесть, я, наверное, буду сидеть до ночи все рисовать. Но мне это по кайфу, поэтому мне это не особо. Я совсем забыла сказать, где я увидела идеи. Как я вдохновилась. Я, в общем-то, смотрела разные картинки, просто смотрела открытки и вообще рождественские фотографии. Много всего там перешерстила весь интернет. Ну, то есть, как у меня было, я такая, вот, хочу карамельки, вбиваю в интернете карамельки, либо на пинтерест, леденцы, там, рождественские. У меня выдается целый список, я смотрю очень много фотографий, вдохновляюсь, смотрю, типа, вот это мне нравится, вот, ну, что-то не нравится. Вот я бы сделала это по-другому. Смотрю другие варианты. Допустим, полосочки, как расположены, мне нравятся на другой карамельке. Бантик мне нравится еще там на другой третьей фотке. Беру там несколько деталей и делаю это так, как я вижу в идеале. То есть, я все-таки это делаю индивидуально, что-то добавила от себя. Например, я сделала очень объемные карамельки относительно вот первой картинки. Я сейчас приступаю ко второй открытке. И вторую открытку я буду рисовать олененка. И третья открытка, сейчас я вам заспойлерю, будет машинка с елкой. Я просто обожаю машинку с елкой. Она такая красивая, она очень стильно выглядит. Я бы такую открытку купила в магазине. Уже расчертила размер открытки. Ну что, я приступаю. Музыка с елкой. Музыка с елкой. Музыка с елкой. Пока не стерла верхний слой, показываю, что получилось. Вот такой вот красивый олененок с цветочками. И это, смотрите, какой он миленький получился, мне очень нравится. Сейчас буду писать в цвете. А если перевернуть страничку, то можно увидеть этот рисунок. Вот, это первая открыточка, здесь будет вторая. И третья открыточка у меня будет вот здесь. Кстати, это предпоследний листочек, на котором буду рисовать открытку, так что у меня все хватило впритык. Сейчас я клячкой убираю верхний слой карандаша, чтобы его не особо было видно. И начну писать все это в цвете. Олененок очень милый получился. Мне кажется, все вытягивают глаза и рога. Бывает, я настолько сильно убираю верхний слой, что я потом не вижу, где я что прорисовала. И приходится, получается, кистью уже это прорисовывать и примерно понимать, где это располагалось, то, что я там нарисовала. Так, нет, лучше водичку сюда, чтобы не накапать. Я сейчас беру цвет охры, чтобы сделать личико олененку. Мордочку. Так, прям такой, знаете, суперсветлый оттенок. А потом буду уже наслаивать. Сейчас я это пишу кистью коза, для того, чтобы сделать красивые переходы. А потом уже буду прорисовывать детали кистью синтетической. В этом месте у меня самое темное место. И поэтому я сейчас здесь совсем чуть-чуть затемняю. А в конце уже буду делать это самым темным местом. То есть использую самые темные цвета. Вот здесь у меня самое темное место у олененка. Здесь есть небольшой блик, поэтому я не закрашиваю. Оставляю это место таким прям суперсветлым, чтобы передать этот блик. И затемняю еще вот здесь. Есть небольшая тень вот в этом месте. И вот здесь, чтобы передать вот этот вот красивый переходик, такую как впадинку. Сейчас не прописываю, потому что здесь есть точки такие розоватые. И их нужно обозначить, иначе можно не заметить и их закрасить. Я для этого буду использовать синтетическую кисть, чтобы не взять много воды. И не сделать точки больше, чем они есть. Нижняя мордочка, которая есть у олененка, она такого розового, прям суперсветлого цвета. Я буду брать красный и очень много воды, чтобы получился такой прям еле легкий такой розовый оттеночек. Игорь Негода. А вот мой рабочий стол, как он выглядит тут. И смотрите, как олененок уже почти готов. Я уже нанесла первый слой краски на цветочки, обозначила, где они находятся. Сейчас буду делать тени, создавать объем и, в общем-то, доделать уже открытку. Ну, уже примерно понятно, что получается. Напишите в комментариях, как вам. Мне очень нравится, как издалека выглядит палитра с красками. Вот особенно, где вот такие вот красные и зеленые цвета. Вот как по мне, олененка сложнее рисовать, чем карамельки. Например, даже в построении, потому что нужно показать все эти изгибы его мордочки правильно. Сейчас я буду рисовать уже цветочки красные. Я, кстати, не знаю название вот этого вот красного новогоднего такого рождественского цветка, который перед Новым годом продается в магазинах. Так, кто мне так делает? Элисочек делает чух-чух. Я мой маленький чух-чух. Смотрите, какой красивый пехель. Мне кажется, я Элиска в каждом ролике с вами показываю, потому что она всячески напоминает о себе. Моя красотка. Моя красоточка. Такой красивый песик. Очень вкусно пахнет дубиком лобик. Ну, кого дубиком лобик пахнет? Я хочу доработать и создать объем в новогодних игрушках елочных. Поэтому сейчас беру такой более насыщенный красный цвет и добавляю его в самом низу, чтобы создать объем у елочного шарика. Продолжение следует... Ну все, моя вторая открытка уже полностью готова. Я доработала детальки. Я уже не стала прописывать до конца вот эти вот листочки. Я подумала, что это лишнее. Самый главный акцент вот на этом цветочке и на самом олененке. Олененок получился у меня таким прям довольно нежным. Если смотреть вот так, то это первая открытка. Это вторая. Я буду рисовать машинку красного цвета с елочкой. И, возможно, даже еще дорисую новогодние подарки. Но насчет этого, я думаю, возможно, как пойдет, когда я уже буду рисовать. Я в интернете смотрела очень много всяких разных вариантов с красной машинкой. Очень много всяких разных ракурсов. И меня больше всего вдохновила именно фотография с красной машиной. Там, правда, стоит человек, который кладет новогодние подарки на машинку. Но я человека, конечно же, не буду рисовать. Я просто нарисую машинку. И одна открытка у меня сейчас занимает примерно 3-4 часа. Это все из-за того, что я снимаю. Я перетаскиваю туда-сюда камеру. Если бы я не снимала видео, то, скорее всего, я бы написала где-то за полтора-два часа, то есть в два раза быстрее, открытку. Открытка с машинкой будет располагаться вот не как обычно я до этого рисовала, в вертикальном положении, а она будет в горизонтальном, то есть вот так. Я нарисовала машинку, так она примерно выглядит. А вообще, набросок пока выглядит так себе, как по мне, потому что ничего не понятно. Сверху елка, я не стала ее прорисовывать, потому что решила прорисовать именно красками. Машинку буду сдавать все остальные детали. Это, короче, подарок. И вот здесь вот будет такой вот веночек. Короче, сейчас отру верхний слой и приступлю к работе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока получается у меня вот такая милая машинка. Машинка мне нравится, как получилось, а вот елку я только начала, и я, короче, переусердствовала и сделала ее очень жирной. Вот смотрите, как она жирная. И вот я хотела ее делать такую длинную, и она получается больше, чем сама машина. Как по мне, я сейчас немножечко подпортачила елку. В принципе, я немножко ее выровняла, и она стала выглядеть неплохо. Сейчас еще подкорректирую, и должно стать гораздо лучше. Все это буду исправлять белой гуашью. Я буду добавлять небольшой такой, знаете, снежочек на елку, и добавлю еще снежочка на саму машинку. Плюс это сделает картинку еще более зимней и атмосферной. Ну что, попробуем? Я гуашью вообще не писала. Очень много лет вообще. Вы не представляете, сколько. Это банка, которую я заказала, наверное, год назад. И я надеюсь, что все ок, и она не просрочилась. Потому что 36 месяцев срок годности она не просрочилась. Просто какая-то, видите, водичка, маслица какую-то выделилась. Я просто сейчас взяла гуашь белую, разбавила немножечко водичкой консистенцию, и получается реально такой полупрозрачный белый. Так, ладно, короче, ааа, я думала, это вот так, блин, воткнула кисть в гуашь, как в воду. Капец, это смешно. Ура, я, короче, закончила третью открытку. Вот так она выглядит, короче, очень клево, я довольна. Пока я делала эти три открытки, у меня за это время очень сильно вырос навык писать акварелью. Я реально заметила это. Все стало получаться гораздо быстрее. Чем больше вы рисуете, тем больше, тем лучше у вас получается. Это, короче, проверено. Самое интересное, вначале я буду отрывать эти листочки с открытками. Так, сделаю это аккуратненько, чтобы еще не порвать, чтобы потом мне, знаете, удобно было все это вырезать. Я оторвала эти листочки, и сейчас все это буду отрезать. О, капец, сейчас прям такой волнительный самый момент. Очень ровно самое главное вырезать. Взять самые хорошие ножницы, которые будут это все ровно отрезать, и не рвать бумагу. Бывает, кстати, такая история, когда начинаешь отрезать, полностью отрежешь, и когда вот этот вот кончик, получается, полностью дорезает, и как бы такая, знаете, как рваный отрез получается. Поэтому я никогда до конца ножницы не закрываю. Я их закрываю наполовину, и дальше вот так вот прорезаю, чтобы получилось все ровненько. У-у-у, я отрезала, я отрезала. Первая открыточка готова. Ну и вторая открытка с солененком, поэтому я делаю это так. Мне кажется, вот здесь немножечко выпукло получилось, поэтому чуть-чуть подрежу. Я вырезала все три открытки. В принципе, получилось все ровненько, аккуратненько. Самое главное, чтобы были острыми ножницы, потому что можно так накосячить при вырезке, что испортишь всю открытку. Теперь мне нужно почистить с обратной стороны некоторые открытки, потому что там есть карандаш. И буду рисовать вот эту вот сторону, вторую для открытки, линерами. У меня линеры это такие фломастеры, которыми рисуют графику, если просто говорить коротко. Я взяла самые тонкие линеры. Вы, в принципе, можете использовать и гелевую ручку, или какой-нибудь супер тонкий маркер купить в магазине. Вначале я советую, конечно же, прочертить все карандашом, а потом уже поверх это все делать маркером, либо ручкой. Я так и сделаю. Я уже примерно наметила карандашом, как будут располагаться все полоски. Здесь я отступила 6 сантиметров. Здесь я ставила больше расстояния, чтобы можно было написать письмо. И здесь вот такие вот 4 полосочки у меня будут, строчки, где надо будет написать, кому я отправляю открытку. Ну вот, все открыточки уже готовы. Здесь я буду писать, кому я отправляю. Здесь будет марка. Ну, а здесь само письмо. Так что такое вот у меня получилось. Это первая открыточка, вторая открыточка и третья. Кто увидел песика, ставь лайк. И вообще пишите, где вы увидели Элисочка. Я довольна результатом. Я обожаю открытки на белом фоне в новогодних таких оттенках. Это просто такая эстетика. Я обожаю. Пишите в комментариях, какие открытки вы любите больше всего. И не забывайте, кто хочет участвовать в розыгрыше этих открыток, будет 3 победителя. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Там будут все анонсы конкурса под фотографией. Ссылочка на мой инстаграм в описании. Здесь вот 3 открытки. И получается 3 человека получат по одной открытке. А какая открытка кому достанется, выпадет рандомно. Мне они нравятся все 3. Поэтому я бы не стала расстраиваться, если бы выпала не та, которую я бы хотела. Вы бы видели, какой у меня сейчас бардак на столе. После того, как я вырезала, тут все такое красивое лежит. А там бардак просто. Ребят, если вам понравилось это видео, и вы хотите больше творческих видео на моем канале, ставьте лайк. И пишите в комментариях, какие новогодние видео вы еще хотите, чтобы я выпустила. Просто я не знаю, что я еще к Новому году могу нарисовать. Потому что вот видео с открытками я уже сняла. А что я еще могу нарисовать к Новому году? Я даже не знаю. Поэтому, если у вас есть идеи, пишите в комментариях. Я открыта к вашим предложениям. Потому что вы реально предложите что-то крутое, чем я могу вдохновиться и снять видео. Ну а с вами была Вика Близ. Всем пока-пока. Я вас всех люблю.